всем привет товарищи ну вот прокатился я сейчас у нас снег зима постоянно что-то летит в лобовое окно ну буквально выехал сразу с гаража как только все собрал поехал отвозить первый металлолом и получилась такая фишка что у меня бачок на омывайку на стекло на лобовое течет то есть чтобы я не залил он сразу вытекает течет на из-под моторчика ну сразу я заскочил в магазин взял резинку резинку поменял а он все равно течет потом заехал в газовский магазин взял вот такой вот двигатель газ вас вас попробую поставить этот двигатель тут в нем уже в комплекте была одна резинка но я плюс к этой резинке взял еще одну резинку на всякий случай потому что ну блин он видите там две и как раз фильтр на дворники поставлю попробую потому что отдельно резинка почему-то она не пошла поэтому я взял две разные чтобы уж наверняка сейчас я его снимаю снимается там очень просто ничего сложного и буду менять сам но этот самый моторчик и резинку заодно потом в конце под видео там все укажу чё брал почем где можно взять потому что в магазин их уже ходить надоело ну ладно погнали смотрите что у меня здесь было чего у меня здесь получилось здесь уже он герметик но все равно отсюда все текло его вот так вот вынул он здесь причем забит герметиком интересно так получилось а он же видали мусор убрал и вот она открылся промо промо такой же как и тот вот ну эту резинку нам надо удалить отсюда эту непонятную резинку вместе со всем этим непонятным герметиком тут все должно быть без герметика потому что это резина она должна сюда нормально подходить чтобы у нас ничего не сопливилось и не текло вот так вот будете ножом убирать надо убирать тоже осторожно чтобы не сделать здесь глубоких насечек иначе он опять будет сыкать по этим глубоким насечком так что аккуратно аккуратно и еще раз аккуратно герметика здесь куча от наверное я все-таки мазал где-то может в дороге около магазина когда меня задолбал я уже не помню тоже было давно вот так вот мы чистим это все дело чистим 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 вычищаем все вот она у нас вычистилась он у нас красивенький с этой стороной прилипнет вот это вот маленькая она болтается здесь то есть вот это вот такая вот видите она сюда не подойдет было вообще как это непонятно и вторая вот такая вот с прорезью я не помню правда какая здесь идет с ним в комплекте вот это уже садится это уже дело все вот ее пальцем чпок сюда она села и легким движением руки вдавливаем сюда моторчик в нее вот он чпок защелкнулся я хочу до конца сел он видать этого не хочет да он не желает садится до конца моторчик этот ну и фиг с ним не хочет и не надо да нам главное чтоб он не тек ну вот так вот грубо говоря теперь его стал вот и сейчас я его наполню водой и посмотрю побежит он или нет сейчас на него смотрел наполняем водой и смотрим что из этого выйдет вот она у нас водичка и подливаем ну вот половина 5 литрового бачка омывайки новая резинка новый моторчик а он все равно течет вот вот как ни крути вот она вот здесь вот подтекает водичка с него новая резинка новый моторчик а все равно течет вот вот вообще прям мрак как потек то есть что не делаем он все равно течет вот что за несправедливость такая что за запчасти такие я просто вот в негативе в каком-то от этих запчастей то ли надо брать сразу уже новый блин бачок ну не охота правильно смотрите товарищи что я делаю теперь в этот раз я его полностью отсюда снял и резинку поставил теперь на моторчик и попробую вместе с моторчиком и сейчас туда засунуть потому как вот на этом на корпусе вот здесь вот оно идет расширение и резинка почему-то дошла вот только до сюда и текла не пойми откуда то ли из под резинки то ли оттуда а теперь ее получается расширила сейчас ее надо туда загнать и посмотреть как оно будет пробуем экспериментирую только теперь его проблема вставить таким образом хотя никакой проблемы с тем чтобы его вставить не возникло он зашел зашел прям очень легко туда одеваю я резиночку чтобы он не травил тут с этой резиночки ничего не текло чтобы было все понятно убираю в воду которая натекла вот так вот ставим и начинаем заполнять ну теперь все четко ничего не течет все стоит все держит так что для тех кто будет менять этот девайс будет полезно то что сначала одеваете резинку на моторчик а потом уже моторчик с с резинкой засовываете в бачок омывайки а если будете делать по другому то он у вас будет бежать оттуда я вам показал на примере что сначала я всунул резинку потом в эту резинку всунул моторчик и он потек вот а сделал сначала одел резинку вот так вот на моторчик вот до конца и потом уже моторчик с этой резинкой вставил туда и ничего у меня теперь не течет теперь можно его устанавливать на место можно даже еще попробовать нет он так даже и не шевелится ничего не течет ничего не шевелится все прекрасно так что имейте в виду как сразу сделать чтоб не потекло ну вот смотрите собрал я все поставил на место и сейчас мне просто интересно посмотреть вот это еще старая вода и сейчас мне просто интересно посмотреть потянет ли этот моторчик дворников мои веерные форсунки лобового вот они стоят красотки две вот смотрим идем в салон включаем зажигание и пробуем жужжит но ничего не происходит вот они видите форсунки где видите как он льет у этого новый новый движок у этого нового движка не хватает мощи вот смотри пробуем завести и попробуем на заведенную смотрим стало чуть чуть лучше но не то совсем не то он не бьет он не бьет так как надо вон видите чуть чуть совсем даже не добивает додворников вот блин вам и новые блин запчасти нет у меня слов в газовском магазине да в газовском магазине я их покупал и вот вам блин результат вот как так можно рано я начал обвинять запчасти российского происхождения или какого-то там смотрите до середины стекла бьет а если напрямую от аккумулятора то она бьет аж в будку вон видите капли о это просто через вот это все дело через всю проводку пока она дойдет тухнет зажигание сейчас вот сейчас я завел и на заведенную посмотрим ой а вообще не псыкает вот вот ну нормально вверх лобового бьет прекрасно вот отсюда попробуем со стороны теперь как это все выглядит бьет аж на крышу кайф только одно но надо ставить обратный клапан чтоб оно все это дело не стекало назад в бачок потому что видели я жму 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 оно все утекает назад в бачок омывательный поэтому поэтому вот здесь вот перед самым моторчиком надо ставить клапан чтоб он держал и не стекал назад вот такие вот дела у меня этот клапан валялся но нет придется купить так что как бы не проблема стоит он по моему дорого конечно 400 рублей ну а что поделаешь зато комфорт и дело было не в двигателе дело было вот в этой вот штуке фильтр был по ходу дела просто напросто забит он был еще лопнутый ко всему вдобавок вот я его снял вместе с куском вот этого провода ну трубочки этой поставил резиновую резиновые мне нравятся больше вот и все заработало мелочь настолько может возникнуть проблем и не хороших отзывов о запчастях видите как поэтому едем дальше всем добра удачи на дорогах до свидания до свидания Продолжение следует...